привет сейчас час дня мы только проснулись я легла вчера в 5 часов утра я смотрела сериал один сейчас делала вот кашу малашу себя овсянку с фруктами покушаю и буду дела делать юркова в новой курточке красивый как юрка ну повернись покажи привет капюшончик и снег глаза да у нас так заметает на своих бутиках тепленьких откатать мы сейчас вышли зайдем в один какой-то технический да салоне как он называется шнурок посмотреть да и пойдем в эко-маркет еще хочу на укрпочту зайти мне по-моему там что-то приехал наконец-то штатив буду рада дави лыбу привет привет мороза на улице очень такой руки мерзнут снимать не больше где-то минус 2 у нас здесь на милославской есть кафешка девочки кто из киева осталось что рядом мне девчонки смотрят снежинка подавила очень вкусный кофе делают смотрите тут за окном увидела красивые такие изделия из соломы прикольно так много я кстати вот в этот спортзал ходил интерфит кучу опять там так классно мне этот спортзал больше всего нравится я спорта лайнд я ходила да спорта лайндер мне не так нравится там как-то все грустно мы тут все проходим и увидели что проходим да и видели что ларек киев хлеб круглосуточный хлеб продают круглосуточно а аптеку хорошо это делать аптеки круглосуточно при том все сделать закон надо такой что все аптеки круглосуточно все и доставка лекарств бесплатно производится у нас просто одна аптека есть которая круглосуточно на весь район здесь и ну не на вот этот вот это вообще жесть и если что-то нужно купить в этой аптеке нет нужно ехать подъезжать такси брать ну а толстеть толстеть и кушать хлебушек можно круглосуточно без проблем и прикол в том что ты вот хлебные магазины у нас они государственные и там не всегда есть хлеб то есть там завозят по часам в основном утром по моему или после обеда то есть вечером там принципе уже ничего нет это какие-то плюшки пирожные торты покупать ночью нужно вместо самое лучшее лекарство заварное пирожное девочки уже всю правду обо мне знаете мою страсть страсть к шаурме купили с юрой да у нас тут возле к маркета открыли шаурму вроде бы такая плотненькая это мини кстати большая ой шаурма была вкусная да юрка мы по мини взяли ну такая неплохая но не хач-хач делала девушка обычная и немножко не тот майонез приправа не те конечно виской морковкой перемешивайте в общем уже я думаю давно уже все забыли что такое шаурма снимаю юра тут рассказывает какая должна быть правильная шаурма я одну в это мои мысли вслух весь процесс от начала до конца должны готовить люди профессионалы восточной национальности в которых это как у нас картошка как у нас картошка ну как у нас холодец ну то есть это национальные блюда они уже адаптировали под под наши нужды сделали ее чуть ли не сладкой не никакой вообще съел непонятно что это да не она должна быть ядерной острый со всеми делами кому не нравится не ешьте кому нравится будет как так мне нравится мне теперь готовится не нужно будет все новый год где точно что-то пришло теперь у меня будет 300 боксом сегодня попробую сделать спасибо большое спасибо большое свой штативчик. Теперь у меня будет крутой свет. Сейчас придумаю лампочки вкручивать. Посмотрим, как получится. Я вот уже второй день получаю посылки. Так приятно, конечно. Юра мне предлагает софтбоксы, лампочку крутить. Немножко теплые, потому что у меня холодные сейчас стоят, яркие. У тебя три софтбоксы, три лампочки. Нам подарили на Новый год два набора лампочек. Это самый крутой подарок. Девочки, я вам скажу, вот эти LED-лампы или энергосберегающие какие они. Очень классно. Это самый крутой подарок. Я не знаю, мы их крутили во всех комнатах почти. Так что мы рады. Кстати, ребята, кто не видел, у меня на канале на основном вышло видео про басну. Что там, не знаю, мало кто смотрел еще. Я старалась. На эмоциях так все рассказывала. Первый опыт. До конца недели на выходных, наверное, покрашу второй раз. Попробую. Вот. Смешаю басму опять. Буду пахнуть. Да, до сих пор, кстати, уже четыре раза мыла голову. До сих пор пахнут волосы. Ну, приятно. Зеленым, как трава. Мне, кстати, сегодня еще рюкзак приехал. Вот такой. Девочки были против него в инстаграме. Я опрос делала. Но я вам скажу, что довольно таки неплохой. Самая главная камера поместится, блокнот. Он еще расширяется. Ой, все ближе, потом покажу. Легко распаковывают. У меня будет распаковщик посылок. Теперь. И Елон помогать идет. Ну, в принципе, стандартно. Я не помню, заказывала ли я уже этого кодорца или нет, но... Не, не получилось. Вау. А, вот это, кстати, штука мне нравится. С этим мне больше нравится, с штучками вот этими. Вот, смотри. Он такой мощный, вроде бы, да? Или такой же, как у нас? Такой же. Такой же, да? Ура! А у тебя там звук стоит? Звонок? Стоит. Должно перезвонить. Да. А? Это целый бокс, который мне в академии подарили, когда я заканчивала. Он поменьше будет. Как раз его ставить посередине, так понимаю, лучше. Кстати, вот позвонила только, что у меня сертификат есть на разбор моего канала. Поеду. Пусть расскажут, что не так. Я вроде там старалась, сделала все. Вот, конечно, такой прочненький. Не, просто так. Может, выскочить? Да, не, не выскочить. Ну, да. Мы еще хотим, кстати, один шкаф перенести на эту сторону и потом стол когда-нибудь купим. Пока что мне и так удобно. Вот. Что я? Словила. Все. Все, 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 все. Спасибо. О, ела. С Алиэкспресса. С Алиэкспресса заказывали. Ну, прикольный такой, компактненький. Мне кажется, эта штука, тряпочка будет намного лучше натянута, чем здесь. Тут не очень. Тряпочки-то важно. Качество тряпочки важно. Качество тряпочки? Да. Ну, тут получше, мне кажется. Его можно погладить, кстати, чтобы не было видно полос. Да, он, наверное, расклавится, как чистый пластик. Так я через тряпочку гладила. Потому что пришло. Такси. Такси заболпало, блин. Просто. Юрий, каждый день по сто сообщений. Мне ни одного. Мне хоть бы кто-то написал. Как писаться? Да. Лучше, да, держится. Звонил, мать укрался. Ну, он и понятно. Так, лапочка. Вот это. Мастер и ломастер. Боже, сколько я денег потратила, да, на вот эти вот все покупки для блога? Ну, они ж недорогие. Ну, ладно. Если что, продадим потом все. Если вдруг решу не снимать. Светит. Светит. И неплохо, кстати, светит. Ну, все, теперь можешь лаштовать. Юрий, что ты на штанах такое? Это? Крошка, да. А, бумажечка. Ну, все. Осталось только подвинуть диван и заниматься диваном. Ты сейчас хочешь подвинуть? Не-не, потом, попозже. Я сейчас хочу переделать заставку немножко. Я сейчас сижу перед компьютером. Доделала уже видео про свои новинки. Вот. Выйдет в воскресенье, скорее всего. Про аппарат, про средства для волос. В принципе, интересно. И, кстати, я там сделала немножко по-другому обработку видео. Гляньте, напишите, как вам. Именно картинка, качество картинки нравится или нет. Не там, где я показываю детали, а именно там, где я сижу. Мне, в принципе, этот цвет обработки больше нравится. И не знаю, пока что оставить или нет, но лучше, чем синий. Синева, такой холодный цвет. Говорят, что она как-то отпугивает людей. И сейчас я хочу отойти от таких вот ярких заставок, детских заставок, которые вот именно яркие, кислотные какие-то надписи. Хочу делать фотографии по коррекции, такие, как у меня в Инстаграме. Комбинировать их, просто выставлять. Хочу сейчас смонтировать влог и посмотреть сериал, который я вчера начала. Вот, я завтра вам уже расскажу, какой я сериал начала смотреть. Я думаю, что продолжу. В принципе, он интересный. Я все зеваю, так спать хочу, не могу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто влог досмотрел до конца. Напишите, посоветуйте мне сериалы. Какие бы вы посоветовали, какие вам очень сильно понравились. Хочу начать какие-то сериальчики интересные смотреть. Тот сериал, который я начала сейчас смотреть, он не длинный. Он всего лишь, по-моему, один сезон, 13 серий. Кто догадался, что за сериал, пишите в комментариях. Ну, а на сегодня все. Я буду отключаться. Всем спасибо большое, что были со мной. Всем пока.